А еще есть красные. Хотите узнать про красных? Красные это такие люди, которые любят командовать. У них в крови это. Они любят рулить со страшной силой. Их хлебом не корми, дай им покомандовать. Ну такие люди. И тут уж ничего не поделаешь. Эти люди больше всего любят управлять другими людьми и любят деньги. Они любят карьеру. Они любят признание. Их интересует слава. Их интересует первое место во всем, везде и всегда. Они карьеристы. Они организаторы. У них очень много положительных качеств. Эти люди нужны для того, чтобы организовывать всех остальных. Желтых, синих и зеленых. И заодно себя. Красных. Эти красные, они... Их не так много, но они всегда думают, что они желтые в основном. Потому что они считают, что они помогают людям. На самом деле они не желтые. Они красные. Вот если внимательно на них посмотреть, то они, думая, что они помогают людям, на самом деле они строят себе карьеру. Они мыслят таким образом, что как бы помогая людям, а он все равно строит себе бизнес. Он все равно озабочен деньгами. Он все равно озабочен первым местом, первым чеком. Он будет соревноваться. Он будет... Вот если награждают синего, например, он выходит на сцену и синего награждают. Ему говорят, вот ты занял первое место на какой-нибудь лиге там. Или на каком-нибудь, ну не знаю, на мероприятии. То синий скажет, спасибо, классно, вы знаете, но вот я вот вам сейчас расскажу. Когда вот в 1900... В каком-то там году я вот начал, мама мне еще сказала, и его не остановить. Вот что сделает синий. Он будет держать в руках награду, кубок, но она его не столько будет волновать, сколько как возможность выступить перед большой аудиторией. Таков синий. А красный нет, красный что вы. Красный начнет говорить, что он герой, что он работал больше всех, что он добился, что он поставил цель, он знал, что он придет, потому что я вот такой вот... Красный, одно слово. Есть красные, аж алые. Это... Когда зашкаливает, это не очень здорово. Они лезут везде, они мешают своим лидерам, они рулят, у них не хватает мозгов, не хватает мозгов доверить своим нижним лидерам, отдать им управление в той сфере, где их автономия, их право нет. Краснота настолько сильна, что они прутся и все портят. Это неправильно. Поэтому с красными нужно обращаться умело, нужно им помогать, потому что это... Потому что это фундамент бизнеса, потому что из этих людей выковываются настоящие лидеры, миллионеры. И они помогают остальным тоже добиться успеха. В каждой категории людей среди желтых, синих, зеленых и красных полно миллионеров, полно богатых, успешных людей. Только каждый действует своим путем, ориентируясь на свои качества. Красный человек, если он заходит в зал и видит, что сидит куча людей, знаете, как будет действовать красный? Если желтый зайдет и пойдет к одному, и будет о нем заботиться, если синий зайдет и сядет в самую гущу, чтобы потусоваться со всеми, то красный вы не успеете глазом моргнуть, как через пять минут он будет командовать, кому где сидеть, что говорить и что дальше делать. Так и вы красные. С красными нужно умело обращаться, нужно давить, давить на самый главный их рычаг воздействия. Карьера, бизнес, свобода, много денег, признание, слава, почет. Когда вы разговариваете с красным, пытаясь его привести в бизнес, то вы рассказываете ему, что ты же, ты же герой Советского Союза, у тебя такие качества, ты же лидер, ты же должен быть богатым. Знаешь, сколько в этой, сколько в этой компании зарабатывают денег, лидеры, такие как ты, и даже хуже тебя, они зарабатывают здесь миллионы, а знаешь, какое признание, они все в алмазах, а знаешь, как они, и так далее. То есть им надо показывать деньги. Их не интересуют, их не интересуют разговоры о благотворительности, их не интересуют разговоры о помощи другим, хотя они это имеют в виду. Их не интересует просто тусовка, их интересует конкретный результат. Деньги, чеки, признание, построение организации, слава, возможность обучать других, командовать другими. Вот они какие красные. Среди вас есть красные? Я знаю, что не все люди в чистом виде, синие, желтые или красные, но какие-то качества, синева, красота или желтизна, они доминируют, они превалируют, преобладают в общем человеке, и таким образом окрашивают его именно в этот цвет. Посмотрите вокруг себя, есть ли среди ваших начинающих партнеров, в вашей организации, среди тех потенциальных кандидатов, которые у вас в списках, которые отличаются признаками красноты. Поговорите с ними, как с красными. Дайте им то, что им надо в действительности, что они хотят от вас услышать. Покажите им возможности. Много денег, много славы, много возможностей управлять, командовать, и они будут ваши. Эти люди будут долго и кропотливо работать со своими людьми, потому что у них в крови помогать, командовать, рулить. Это хорошие ребята. Но у них, конечно, есть свои недостатки. И это все надо учитывать. Смотрите, как мы разобрали, желтые, они любят помогать, заботиться. Это очень ценные люди. Синие, они любят общаться, знакомиться, приводить новых людей, у них нет комплексов. Они контактные, красные. Они любят организовывать все, командовать. Они любят, чтобы все делалось так, чтобы было нацелено на конкретный результат. И есть еще одна категория людей, без которых просто невозможно. Просто невозможно. Эта категория называется зеленые. Зеленые люди. Это, о, какие ценные. В следующий раз расскажу о зеленых. Они вот точно такие, как вот эта зелень в парке. До зеленых. До встречи с зелеными. До встречи с зеленых. До встречи с зеленых. До встречи с зеленых. До встречи с зеленых. Продолжение следует...